Добро пожаловать на канал Пассиан Шоу. На моем столе карта Средиземья и неспроста. Несколько лет назад я снял видео по карточной игре Властелин колец. И вот настало время продолжить наше путешествие по этой игре. Это одна из моих самых любимых игр. Я даже рискну предположить, что это моя самая любимая игра. На данный момент, по крайней мере. Не буду долго отвлекаться на эту лирику. Хотя, с другой стороны, одну важную вещь я хотел сегодня вам рассказать и спросить вашего совета. Есть у меня идея снять серию видео по карточной игре Властелин колец. И я немножко переживаю, что в силу какой-то своей специфики, эта игра требует большого количества видео. И многие из этих видео вряд ли будут пользоваться большой популярностью у широкой общественности, скажем так. Поэтому у меня возникла идея воспользоваться средством, каким пользуются мои коллеги-блогеры-настольщики. И организовать свой уголок на бусти. Если вы слышали про этот способ, такой способ тоже организации видео подписки. Я бы хотел услышать вашего мнения, вашего совета. Стоит мне это делать или нет? Если стоит, то насколько дорогая должна быть подписка? Вообще готовы платить какие-то деньги за подписку на видео? Я, честно говоря, пока еще сам не уверен, смогу ли я радовать подписчиков своих на бусти каким-то большим количеством контента эксклюзивного. Потому что в силу ряда обстоятельств и причин, я не умею возможности снимать много видео. Но вот по Властелину колец, например, по карточному, здесь специфика игры заключается в том, что вы составляете колоды. И пока вы не сыграете несколько раз разными колодами и не подберете нужную колоду для того или иного сценария, вы не можете пройти дальше эту игру. И видео может быть достаточно много. Я могу снимать каждую из этих партий. Вот если вам будет интересно, например, смотреть партии, которые оказались не такими удачными, я буду стараться выкладывать удачные партии. Да, вот неудачные партии, например, можно выкладывать на том же бусти. Или, как вариант, я могу не заморачиваться насчет бусти, там, заработок вряд ли будет какой-то серьезный. Я могу, например, записывать эти видео и откладывать их на YouTube в виде ссылок. Единственное, я переживаю за то, что у YouTube есть какой-то дурацкий такой алгоритм, который влияет на рекомендации моих видео. В том случае, если у меня будет очень много вот таких вот никому не нужных видео. В общем, сложный такой момент. И мне нужен ваш совет. Будете ли вы смотреть вот эти вот видео на бусти, если я буду их туда выкладывать, нужно вам это или нет. Помимо видео, может быть, я буду выкладывать там какие-то свои идеи по поводу составления колод. Не обязательно все видео будут посвящены карточному стерену колец. Может быть, какие-то другие вещи постепенно там будут появляться. В общем, пока такой общий вопрос. Нужно или нет. Вот, это было маленькое отвлечение. А сегодня мы с вами играем, продолжаем играть в карточный властелин колец. Несколько лет назад мы с вами прошли первый, самый первый, единственный сценарий, который называется Passage Through Mirkut. Путешествие через Лихолесие. История там была такая, что мы несли срочное сообщение от короля Трандуила для леди Галадриэль из Лориена. И путь наш лежал через Лихолесие. И темная тропа извивалась под ногами. И нам удалось доставить наше вот это сообщение. И мы выжили в этой опасности в Лихолесии. И теперь нам нужно продолжить наше путешествие вдоль берегов реки Андуин. Это, кстати, более сложный сценарий. Да, вот видите, в правилах написано уровень сложности. Если первый сценарий был у сложности уровень 1, то это уже гораздо более сложный уровень. Гораздо более сложный сценарий. Уровень сложности 4. Впереди нас ждет еще более сложный сценарий. Но, по крайней мере, пока так. Вот я собрал колоду испытаний. Мы ее перемешаем. Сегодня мы с вами будем играть с вот этими героями, которых я подобрал. Это герои из сфер знания и духа. А именно Денетор. Да, вот этот знатный человек из Гондора. Эовин. Эовин это девушка из Рохана. И она герой, который будет появляться во многих моих видео. И вообще является героем многих видео. Потому что она очень ценный герой. Вы поймете, когда мы будем играть. И у нас есть Дунхир. Это Роханец, Воин. И вот колода, которую я собрал специально для этих персонажей. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, что там. Вы увидите все по ходу игры. Если вас интересует, какая именно колода у меня собрана. Я для вас приготовил ссылку на сайте Rings.DDB. В описании к этому видео вы можете найти. И вот там эта колода у меня расписана. Можете посмотреть. Если мы сложим уровни наших героев. У нас тут получается 8, 8, 16 и 9, 25. Начальный стартовый уровень угрозы у нас 25. Теперь наберем стартовую руку. Берем 6 карт. Я сегодня играю только картами из базовой коробки. И вообще, если вдруг так сложится, я буду снимать видео. Как серию игр от партии к партии. У меня будут прибавляться карты. Только те карты, которые выходили на дату выхода очередного сценария. Так, посмотрим, что у нас здесь. У нас тут Dwarf Miner of the Iron Hills. Так, Secret Paths. Northern Tracker. Еще одна. О, имя. Три одинаковые карты. И это, конечно, плохо. Несмотря на то, что есть Hennemart Riversong. Неплохая карта. И Northern Tracker тоже мне нравится. Но вот эти три одинаковые карты намекают нам, что нам нужно бы перемешать это все. Напоминаю вам, что один раз разрешается замешать стартовую руку обратно в колоду и вытащить новые шесть карт. Так называемый Mulligan. Чем мы и воспользуемся. И четыре, пять, шесть. Ну, к сожалению, вот этой рукой уже придется играть. А здесь у меня Перебор Hammersmith. Blue Line. Неплохо. Хасти Строук. Протектор Влориан. Галадриэм Смегритин. И Unexpected Carch. Ну что ж. По-моему, отличная стартовая рука. Я вполне доволен. Так, еще разок. Перемешаем карту. И посмотрим, что нам пишет наш сценарий. Первая часть сценария называется To the River. К реке. Пробравшись сквозь лихолесе со срочным сообщением для Леди Галадриэль, теперь вы должны следовать на юг вдоль реки Андуин, покуда не достигнете леса Лориан. Оставив позади чащу, вы замечаете, что кто-то преследует вас и ускоряете свой темп. Подготовка. Каждый игрок снимает первую карту сверху колодой столкновений и добавляет ее в Staging Area. И это у нас Gladenfields. Пока Gladenfields является активной локацией, каждый игрок должен поднимать счетчик угрозы на плюс один во время фазы обновления. Дальше. Передвигаемся к 1b. Вы видите небольшой плод, севший на мель у самого берега. Но едва подходите ближе, как внушающий страх холмовый тролль появляется из-за обломков скал и тут же атакует. Найдите в колоде столкновений карту тролля, если тот еще не в игре, поместите его в Staging Area. Перетасуете колоду столкновений. Так. Давайте найдем нашего тролля холмового. Добавим его. Вот он, серьезный соперник. Единственное, у него уровень угрозы 30. Он не будет нас атаковать, пока счетчик угрозы не достигнет 30. Поэтому для этого сценария рекомендуется выбирать героев, у которых угроза будет недостаточно большая, чтобы у нас было время подготовиться к этому сопернику, потому что у этого соперника 3 защиты и 9 жизней. То есть для того, чтобы нанести ему уронов, нужно поднабрать силы. Ого-го-го как. А это очень сильный противник против нас, потому что у него 6 урона он будет наносить нашим героям, ну или нашим союзникам. И для большинства из них это будет означать верную смерть с первого удара. Мало того, все, что превышает, ну все те удары, которые превышают необходимые для смерти персонажа, будут уходить в счетчик угрозы. Еще и угроза будет расти быстрее. А я напоминаю для всех, что мы проиграем в тот момент, когда угроза у нас достигнет 50. Ну вот, в общем-то, есть наш стартовый расклад. Нам нужно набрать 8 прогресса, чтобы пройти этот сценарий. Но здесь написано, что игроки не могут пройти этот сценарий до тех пор, пока в игре находятся тролли холмовые. А их там двое, по-моему. Вот первый сразу у нас здесь появился, а второй появится в процессе игры. Но дай бог не появится. Давайте посмотрим на тех героев, с которыми мы сегодня будем играть. Итак, Денетор. Что он может у нас делать? Мы можем его задействовать и тогда мы можем посмотреть на верхнюю карту колоды испытаний. И если она нам не понравится, мы можем отправить ее вниз колоды. Таким образом, мы можем избежать неприятных вещей. Дальше. Про Элвин я сказал. Она просто шикарный герой в этой игре, потому что с помощью нее можно очень хорошо исследовать местности. То есть, когда мы будем отправлять наших героев на исследование, она у нас генерит аж на 4 единицы исследования. И... Не, я говорю исследование, квест. Давайте называть квестом. Она на квест отправляется прекрасно. 4 единицы квеста у нее. Плюс она может сбросить одну карту с руки, чтобы добавить еще один, если вдруг будет совсем сложная ситуация. В общем, этот персонаж нам будет помогать продвигаться через наши испытания. ну и Дунхир у него есть особенная способность, он может атаковать врагов в стейджинг эре. Ничего против тролля нашего он сделать не может, потому что у тролля защита 3, несмотря на то, что плюс одна атака у него, если он атакует врагов в стейджинг эре, но этого мало, да, для тролля это будет укус комара. Но он может справиться с другими тоже неприятными врагами, которые нам могут попасться в нашей колоде. Все, у нас в принципе все готово к игре. У меня, кстати, тут себе подготовил вот такая подсказочка по нашим фазам. Мы начинаем с первой фазы, добавьте ресурсы, мы добавляем себе по одному ресурсу. Хочу еще похвастаться, я сделал своими руками вот такие жетоны прозрачные, красивые, если вам интересно как, напишите в комментариях, я постараюсь в отдельном видео об этом рассказать. И заодно подумаю, может быть, я это видео выложу как раз на бусте. Посмотрим. Давайте положим наши ресурсы. Так, по одному ресурсу каждому герою. Дальше возьмите одну карту, берем карту. еще один unexpected courage, непредвиденная смелость, да, или как-то заряд смелости. Ну и теперь наступает следующая фаза, фаза planning, подготовки, фаза планирования, мы можем играть союзников и присоединения, attachments. Attachments у меня есть, Protector of Florian. Этих я пока не могу играть, слишком дорогие. Этот надо приберечь, вдруг какая-то гадость вылезет. Я бы даже, наверное, пока никого и не играл. Пока побережем всех, да, теперь наступает фаза квест, квеста мы должны кого-то из наших героев отправить на квест. Ну, естественно, это будет наша Элвин, и это будет четыре, у нас здесь уже четыре угрозы есть. То есть, мы пока по нулям. Там может выйти еще какая-нибудь ерунда, потому что одну карту мы откроем. Кстати, знаете, что я сделаю? Я, наверное, задействую, вот таким образом я обозначу, я задействую Денетора, чтобы посмотреть, что нас ждет впереди. И что это там такое? Это Treachery. Обращаю внимание, кстати, очень многие блогеры делают ошибку. Я, кстати, не зануда в этом плане ерунда, но просто представьте себе, если много-много разных блогеров говорили бы Руша про Россию, но то же самое Treachery читается именно так. Treachery, не Treachery, а Treachery, который переводится как засада, предательство, но что-то нехорошее. В данном случае это Дьявольский Шторм, и когда мы эту карту откроем, здесь написано нанесите одно повреждение каждому персонажу, который контролируется игроком с уровнем угрозы 35 и выше, а у нас 25, поэтому эту карту мы оставим сверху, никакого вреда она нам не нанесет. Значит, мы уже заранее знаем, что здесь будет 4 угрозы, и у нас 4, мы можем спокойненько кстати отправить нашего Дунгира тоже на квест, новых врагов не появится, с этим мы разберемся. Сделаем так, все, следующий этап фазы квеста, мы открываем одну карту, мы уже ее знаем, она для нас ничего плохого не делает, мы ее просто отправляем в сброс. Теперь мы считаем, здесь у нас 4 угрозы, у нас 4, 5, и мы можем даже одну карту добавить, не знаю, стоит ли это делать, сейчас не буду я картами разбрасываться, транжирить, мы превысили количество квестов на уровень угрозы в стейджинг эреа на 1, поэтому 1 прогресс на наш квест мы можем смело выложить, осталось 7, и мы пройдем дальше. Теперь, фаза путешествия, мы можем выбрать одну из локаций, которая находится в стейджинг эреа, и пропутешествовать в эту локацию, в данном случае мы, естественно, пропутешествуем сюда, могли бы, кстати, этого не делать, так и оставить ее там, но она будет вот эту троечку неприятную каждый раунд нам добавлять в уровень угрозы, а нам это не нужно, несмотря на то, что здесь есть неприятность тем, что у нас будет увеличиваться угроза на 1, мы будем надеяться, что мы быстренько ее пройдем. Поехали дальше, следующая фаза, фаза энкаунтер, то есть мы можем напасть на одного из наших врагов, но мы не будем совершать эту глупость, пусть этот тролль пока подождет, и пропустим эту фазу, сам он на нас сейчас не нападает, потому что у него уровень угрозы 30, у нас 25, он пока еще в нас угрозы не видит и на нас не нападает. Дальше будет фаза комбат фейс, фаза боя, который мы пропускаем тоже, потому что ни с кем не бьемся, и наступает фаза рефреш, обновление. В этой фазе мы обновляем все свои карты. Ой, слушайте, я же вам не рассказал, что это я тут. У меня я сделал отдельные жетоны, которыми я обозначаю персонажей, которые я отправляю на квест. Обычно в правилах написано, что вы должны их поворачивать, тем самым задействовать их, но это неудобно, ну как бы удобно кому-то может быть, но мне кажется гораздо удобнее использовать какие-то жетоны. Можно использовать жетоны вообще одного цвета просто обозначать, что вот он задействован. Я в принципе так и делал в предыдущих видео, но я подготовился, тоже сделал отдельные жетоны, вот эти жетоны обозначают персонажей, которые отправляются на квест. Есть у меня еще отдельно жетоны, я подготовил жетоны, которые обозначают персонажи, которые защищаются и персонажи, которые атакуют. Вот. Мы обновляем всех персонажей Повышаем угрозу нашу на один И плюс, к сожалению, еще на один За счет вот этого Glidden Fields Неприятная местность такая Которая добавляет нам угрозы в наших сердцах Ну и в общем-то все На этом заканчивается раунд Мы снова начинаем первый раунд С вашего разрешения Эту памятку я уберу в сторону Чтобы она нам тут не мешалась Итак, мы берем ресурсы Берем карту Так, это еще одна Husty Stroke Отменит нам, если что, неприятные эффекты От Shadow Cards Карт Тени Так, ну что ж, у нас появилось больше Вариантов Что-нибудь разыграть Давайте, наверное, Unexpected Carriage Мы разыграем Да, и мы положим его для Денетора Для этого мы должны заплатить его стоимость Два ресурса И теперь мы можем эту карту задействовать Для того, чтобы обновлять нашего героя Ничего нам не мешает Сейчас Хотя давайте подумаем Может быть мы еще кого-нибудь разыграем Можно уже, в принципе, разыграть И Глео Вайн, кстати, пригодится Знаете, что нам нужно? Нам нужно в нашей колоде Найти карту, которая называется Forest Snare Это лесная сеть И эта сеть поможет нам Поймать нашего тролля Благодаря этой карте Он не сможет Атаковать нас И тогда мы спокойно сможем С ним разобраться Поэтому есть смысл выложить Вот этого персонажа Глео Вайн Да, он стоит 2 единицы И когда мы его задействуем Давайте мы его задействуем Мы можем себе взять еще одну карту Так Познавательная эта карта появилась Хорошая карта Когда вы путешествуете в локацию Мы можем задействовать Одного из персонажей Из сферы духа И положить 2 прогресса На локацию Но пока она не нужна Так себе карта вышла Давайте задействуем Наверное Дэна Тора И посмотрим Что нас ждет впереди А впереди нас ждут Орки из Долгулдура И когда эта карта появляется Мы должны нанести 2 урона Одному персонажу Который отправился на квест Неприятная карта Хоть и слабая Но неприятная Давайте-ка я воспользуюсь Свойством Дэна Тора И отправлю ее В низ колоды К сожалению Теперь меня ожидают Сюрприз Хотя я могу Кстати его еще раз Задействовать Чтобы посмотреть Следующую карту Давайте-ка я так и сделаю То есть я задействую Для того чтобы Снова задействовать Дэна Тора Воспользоваться Нашей вот этот Unexpected Carriage Да Давайте так и сделаю Задействую эту карту Снова задействую Дэна Тора Чтобы посмотреть Следующую карту Так это Трэчери Очередная засада Когда вы ее открываете Снимите 4 прогресса С текущего квеста Если там Меньше 4 Снимите все Это небольшая трагедия Кстати Потому что Ну сниму я всего один Подумаешь Ничего страшного Я оставлю эту карту Пусть будет Не такая серьезная беда Тогда мы Ну все Мы теперь знаем Что нас ожидает впереди И снова мы отправляем На квест Двоих наших персонажей Эовин и Дунгира Ну и открываем Эту карту Да Мы убираем Прогресс Ничего страшного Сверяем Здесь у нас Одна угроза У нас 5 квестов То есть 4 прогресса Мы 3 Кладем на нашу Локацию текущую И один Отправляется Избыток Отправляется На текущий квест Вот и мы Вернули наш Этот 1 прогресс Все Снова у нас 27 Тут 30 Никто ни на кого Не нападает Никто ничего Не атакует Мы обновляем Карты До 28 Повышается Наш счетчик Угрозы Мы берем Ресурсы Новый раунд Начинается Добираем Карты Это еще Один Хаммер Смит Эрибор Мы не можем Его использовать Потому что У меня только Один ресурс Из Этой сферы Я напоминаю Что вы можете Платить за Карты Сферы Знаний Только За счет Ресурсов Героя Который Относится К этой сфере Поэтому Нет Давайте мы Наверное Задействуем Глевайн Для того Чтобы взять Еще Одну Карту Это Отличная Карта Это Тест Авгл Которая Позволяет Нам Отменить Шэдоу Эффект Если он Нам Не понравится Задействуем Денетора Для того Чтобы Посмотреть Какая Карта Нас Ждет Впереди Так Это Локация Энчантед Стрим Пока Энчантед Стрим Является Активной Локацией Игроки Не могут Брать Карты Это Неприятно Неприятно Но мы Это Переживем Так Будет Три Ну и Хорошо Ладно Оставляем Ее Сверху Снова Отправляем Двоих Персонажей На Квест Даже Наверное Мы Задействуем Unexpected Кардж Обновим Денетора И Отправим Его На Квест Тоже Таким Образом У нас Будет Шесть Прогресса И Когда Мы Открываем Эту Карту У нас Получается Три Против Шести Три Прогресса У нас Уходит На Квест Есть У меня Среди Моих Жетонов Прогресс Циферка Троечка Это Самоделка Очень Рекомендую Очень Удобно Итого У нас Четыре Прогресса Уже Теперь Это Наши Активные Локации И Мы Не Можем Брать Карты Повышаем Уровень Угрозы До 29 То есть По идее Уже Не в Следующем Раунде А через Раунд Наш Тролль Уже Будет На Нас Нападать Давайте Будем Надеяться Что Нам Сейчас Удастся Получить Хорошие Карты Так Вот У меня Здесь Троечка С Ресурсами Тоже Есть Поэтому Мы Кладем Сюда И Здесь У меня Два Ресурса Берем Карту Так Это У нас Радагаст Канинг Это Такой Мыслитель Радагаст Выберите Врага В Стейджинг Ареа И до Конца Фазы Его Угроза Не Влияет На На Количество Угрозы В целом Я Хотел Этой Карты Избавиться Кстати Из колоды И забыл Она У меня Осталась Вот так По ошибке Ну Ладно Не буду Я ее Играть Вправлю Сюда Ой Слушайте Я забыл В прошлый Раз Надо Было Мне А В общем Не мог Эта карта Воспользоваться А так Я бы мог Эх Не подумал Я Вот надо Будет В следующий Раз Сможет Сыграть Эту Карту Умнее Я же Знал Что Она Придет Если Я Приберег Например Дунгира Я бы мог Его задействовать И положить Два Прогресса Сюда И не Повышать Себе А Я и карты Не могу Тянуть Я забыл Что я не могу Тянуть Карты Ошибка Так Возвращаю Канинга Обратно Эх Как же Я забыл Про эту Карту Ладно Ладно Давайте Мы Unexpected Карач Положим Например Для Элвин Тоже Пригодится Ну или Ну да Для Элвин Или для Дунгера Давайте Лучше Для Дунгера Пусть У него Тоже Будет Unexpected Карач Мы Должны Два Ресурса Заплатить За Это Есть Можем Выложить Кстати Эрибор Хаммер Смит Не Помешает Да Два Ресурса Отсюда Так Давайте Посмотрим Что У нас Там Ждет Впереди О Это Вульф Райдер Неприятная Карта Она Не сильная Но Она Не Свойство Серч Значит Она За собой Потянет Еще Карты Враг Наверное Стоит Отправить Его Вниз С другой Стороны Не Такой Он И Сильный Не Давайте Мы Вниз Отправим Тогда Мы Наверное Воспользуемся Unexpected Carriage Здесь Снова Задействуем Дэн и Тора И Посмотрим Еще Одну Карту Так А Это Снова Gladden Fields Который Будет Повышать Наш Счетчик Угрозы Когда Будет Активной Локации И Это Будет Четыре Четыре Угрозы Ну Давайте Ставим Е Ладно На квест У меня Отправляются Элвин Дунгир Глевайн И Эрибор Хаммерсмит Все на квест Так И вот Наша Локация Появляется У нас Здесь Четыре Угроза У нас Четыре Пять Шесть Семь То есть Три Прогресса Два Мы Кладем Сюда И Один Уходит Сюда У нас Пять Получается Пятерочка Есть Вот так Пять Прогрессов Уже Есть Теперь Мы Путешествуем Сюда И В данный Момент Я могу Задействовать Unexpected Carriage Для того Чтобы Сыграть Вот эту Карту Когда Вы путешествуете В локацию Мы можем Задействовать Персонажа Сферы Духа И Положить Два Прогресса На Текущую Локацию Так И Сделаем Задействовали Здесь Положили Два Прогресса Жаль Что Этого Мало Потому Что Наступает Фаза Обновления Мы Обновляем Все Карты И У нас Гроза Уже Повышается До 30 Плюс Один Здесь До 31 То есть По идее Тролль На нас Нападет Но Ничего Страшного Потому Что Когда Мы Начнем Следующий Раунд Так Возьмемся Этот Канин В руку Мы Разыграем Эту Карту Галадрим С Гритинг Приветствия Галадрим Мы Можем Снизить Разыграв Эту Карту У нас Три Ресурса Есть Духа И Мы Снижаем Нашу Угрозу На 6 То есть До 25 У нас Обратно Снижается Наша Угроза И Наш Тролль Снова Успокоится Подождет Пока Мы Тем самым Продолжим Тем временем Продолжим Искать Нашу Сеть Для Этого Мы Задействуем Углевого Посмотрим Что у нас Здесь У нас А не Плохо У нас Здесь А не Как-то Мы Можем Заплатить Определенное Количество Ресурсов Знаний И Посмотреть То Количество Карт Сколько Ресурсов Мы Заплатили Для Этой Карты Можно Поискать Давайте Мы Прикоряжем На Пловещем Зыгрывать Камера Тоже Чего Будем Подождем Подождем Давайте Задействуем Пловещение Впереди Опять Опять Главное Фильм Фильм Прямо Зачистить Ну Ладно Зато Никаких Родов Страшных Впереди Три Кстати Углевоза Очень Страшных Оставляем Тукатус Прямо Углевоза Страшных Страшных Тролант Заспоряем Тролант Заспоряем Страшно Открываем Карту Четыре А у нас Раз Пять Шесть Семь Против Четырех Три Прогресса Один Сюда Два Уходят Сюда У нас уже Семь Прогрессов На Основной Карте Нашего Сценария А это Уходит Сброс Почему Уходит Сброс В Сброс Отдельно Потому что Это карта С Очками Речка Она Работает Среди Немного А Замер Тролант Не знаю Другие Хотели Тролант Четыре Нет Я Против Почитаю Скоро Опять Четыре 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 Теперь Путешествуем На 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 По На Нараз Замер Меня С которые помогают быстрее локации мы отекаем сейчас три ресурса теперь давайте мы задействуем для Ваня, чтобы посмотреть где у нас там, а у нас тут Гендальф Гендальф это кстати тоже хорошо прямо сейчас мы его играть не можем и не будем но Гендальф это всегда прекрасно все, наверное пока никого не буду больше играть единственное, могу еще одного Хаммерсмита добавить союзников мало не бывает давайте добавим так, два ресурса есть теперь давайте задействуем Денеторе, чтобы посмотреть что у нас там впереди, уууу, это Варги те самые злые волки они слабоваты но у них есть неприятное такое свойство что если когда Варги вас атакуют и теневая карта оказывается пустой они вас атакуют и убегают обратно в стейджинг эреа это неприятно ставить его или нет в принципе мы с ними разберемся легко давайте рискнем и оставим их просто ради интереса так что ж отправляем на квест Элвин отправляем на квест давайте всех что ли отправим в принципе мне сильно квестить тоже тут не нужно потому что ну тут будет достаточно ресурсов ладно отправим всех так единственное когда у нас на квест отправляется вот этот лориан гайд мы сразу можем поместить один прогресс на текущую локацию это хорошо об этом не забывать ну и все у нас появляется наш этот противник слушайте я чего то надо было посчитать надо было мне сначала посчитать смотрите ему нужно нанести 4 урона здесь у меня будет только 2 поэтому вот этих ребят я наверное на квест отправлять не буду вот так так все а теперь вот он появляется и что у нас получается у нас получается 3 угрозы а у нас на квест отправились 4, 5, 6 6 против 3 это 3 прогресса 2 уходит сюда и 1 лишний уходит сюда то есть тут уже 8 прогрессов накопилось необходимых для прохождения этого квеста но здесь написано что мы не можем этот квест пройти пока тролли у нас в игре есть а здесь мы еще 3 очка заработали так ну и что ж теперь мы либо сами атакуем этих варгов ну а если мы их не атакуем то они нас атакуют в любом случае потому что 20 угрозы против 27 они видят у нас угрозу и атакуют наступает фаза боя нам нужно раздать по одной теневой карте для каждого врага после этого мы можем что-то сделать а сделаем мы следующее мы задействуем Unexpected Carriage и обновим нашего Doom Gear обновили теперь нам нужно назначить какого-нибудь защитника в качестве защитника мы назначим Дене Тора мы обновляем его с помощью опять же Unexpected Carriage и вот у меня есть отдельный жетончик в качестве защитника мы назначаем Дене Тора теперь мы открываем теневую карту ура нам повезло здесь написано что есть эта теневая карта имеет свойство тени и здесь написано что мы должны удалить один один жетон прогресса с текущего квеста либо три прогресса если это атака незащищенная мы защитились поэтому только один жетон прогресса вообще никаких проблем пожалуйста на здоровье нам не жалко было восемь стало семь мы могли кстати это теневое свойство отменить благодаря карте Hasty Stroke у нас для этого есть ресурс но мы прибережем для более ценных каких-то случаев ну а теперь этим варгам настал конец потому что Дунгир наносит 2 и наши гномы по одному урону тоже наносят итого 4 мы пробиваем одну защиту и 3 урона приходят на наших варгов и они отправляются в сброс есть победа мы двигаемся дальше обновляем все наши карты повышаем счетчик угрозы на 1 начинается новый раунд мы берем ресурсы здесь у нас будет уже 3 берем карту и это еще один протектор влориан который у нас есть я их не разыгрываю потому что честно говоря они в восторге от этой карты что она делает мы можем сбросить одну карту с руки чтобы надать герою к которому она присоединена потому что это присоединение до конца фазы либо плюс одна защита либо плюс один квест и без того у нас все вроде бы хорошо но эти карты можно использовать в качестве такой разменной монеты для того чтобы повышать квест способность к квестам наши элвин да у нее есть такая способность вы можете одну карту сбросить и плюс плюс и плюс квест так нету чего-то нашего этого нужной нам сетки поэтому мы задействуем глеолайн для того чтобы посмотреть карту здесь это еще один хасти строк ну прям все полный комплект три карты есть давайте задействуем наверное дэн и тора чтобы посмотреть что нас ждет впереди так тречери какое-то предательство когда мы ее откроем каждый игрок поднимает уровень угрозы за каждого героя который он контролирует который не отправился на квест это же ерунда это же ерунда потому что хотя ну на один мы поднимем да глеолайн мы не можем я могу обновить дэнатора и всех на квест отправить но вот глеолайн у меня уже задействован мне кажется ничего страшного бывало и похуже мы можем кстати отменить это свойство да у нас есть тестовый но опять же я приберегу эту карту на какое-то более ценное и сложное испытание давайте мы обновим нашего дэнатора и отправим всех на квест вот всех поголовно всеобщий такой квестовый призыв все на квест так открываем эту карту мы должны за каждого героя который не отправлен на квест повысить на один наш счетчик угрозы повысили стал 29 снова никто никого не нападает а ну подождите я же не посчитал здесь у меня один а тут у меня один пять шесть семь восемь девять десять то есть девять прогресс я должен сюда положить здесь у меня семь плюс девять получается шестнадцать да то есть я делаю вот так где-то тут у меня была десяточка вот она есть шестнадцать прогресса все мы до 30 повышаем счетчик угрозы всех обновляем и снова наш тролль возбудился и захочет на нас напасть в следующем раунде посмотрим удастся ему это сделать или нет мы добавляем ресурсы всем берем карту и пусть это будет сетка а это не сетка это майнер оф де айрон хиллс шахтер из железных гор так это союзник которого мы можем разыграть в общем-то но мне сейчас придется наверное разыграть гендальфа да потому что мне надо снижать уровень угрозы опять а он может это делать он снижает уровень угрозы на 5 но стоит он 5 единиц заплатим 3 отсюда 4 давайте мы наверное даже все 5 единиц заплатим из запаса наших героев сферы духа он у нас нейтральный мы можем кем угодно расплачиваться так и когда он входит у нас в игру мы можем либо взять 3 карты либо нанести 4 урона одному врагу да вот можем прямо троллю нанести 4 урона либо снизить нашу угрозу на 5 что мы сделали было 30 стало 25 партия затянулась затянулась мне кстати интересно а может быть я могу расправиться с троллем прямо сейчас если я вместо этого нанесу ему 4 урона что будет мне надо будет ему 5 нанести плюс пробить 3 брони то есть мне нужно нанести в общей сложности 8 урона это мне кажется реально 1 2 3 4 5 6 7 нет только 7 я могу сыграть еще вот этого и будет 8 но мне надо будет кем-то защищаться не думаю что а я могу защититься кстати гендальфом это отличный вариант да давайте-ка я оставлю этот счетчик угрозы на 30 потому что партия затягивается хватит уже тянуть тут время наносим нашему врагу 4 урона вот так готовься злой тролль мы задействуем Денетора чтобы посмотреть что у нас ждет впереди так а это всего лишь берега Андуина это неплохая локация все нормально ничего страшного нас впереди не ждет даже наверное отправим нашего Дунгира на квест одного и открываем нашу карту это это у нас те самые берега Андуина у нас две угрозы и только один на квесте поэтому счетчик на один у нас повышается 31 мы путешествуем к этим берегам так теперь тролль наконец-то нас атакует здесь 30 здесь 31 пора подумал он и пришел к нам мы должны назначить кого-то кто будет защищаться а защищаться у нас будет Гендальф мы назначаем шэдоу карт мы обновляем нашего Денетора благодаря Unexpected Carriage мы обновляем нашего Дунгира благодаря Unexpected Carriage открываем теневую карту и она у нас пустая никакой текста шэдоу у нас здесь нет поэтому наш тролль атакует Гендальфа наносит ему 6 повреждений но у Гендальфа 4 защиты и по сути дела только 2 урона он ему нанес Гендальф даже слегка поморщился от этого удара и теперь мы в отместку бьем 1 2 3 4 5 кстати Глевуайн мог отправить на квест он же меня не атакует никого ладно 1 2 3 4 5 6 7 просчитался да ай 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 еще раз 1 2 3 4 5 6 7 и я наношу этому троллю только 4 урона и это получается 8 да вот у меня тут есть пятерочка как же я так я с этим вот ошибся с Глевуайн эх 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 ну ладно ладно тролль с тобой еще разберемся обновляем наши карты самое плохое это то что Гендальф уходит потому что он у нас вот такой вот пришел делал свое дело и ушел так у нас 32 угроза мы обновляем карты берем ресурсы вот так берем карту еще один Глевуайн не знаю что будем делать то сейчас набежит у меня тут счетчик мы сейчас конечно его убьем ему осталось один урон всего нанести но нам бы как-то минимизировать все таки урон от него давайте мы Глевуайн задействуем возьмем себе еще одну карту так это Дотаров Нимродел можем подлечить кого-нибудь из героев так ну что ж пытается сейчас пожертвовать кем-нибудь из наших защитников защитников это карта уникальная не может быть больше одной такой карты сыгранной на столе поэтому вот мы можем сыграть одного из них так а вот это у нас херу а это только для героя так ну давайте сыграем вот этого шахтера да две единицы мы заплатим за него разыграем Дэн и Тора чтобы посмотреть что у нас там ждет впереди это локация кстати не страшная так пусть будет мы можем отправить на квест Элвин и на этом успокоиться потому что мы спокойненько с ней пройдем а с другой стороны здесь нам тоже надо проходить так четыре там было два по-моему два четыре нам нужно хотя бы а этого будет достаточно потому что мы добавим еще Лориан гайд когда мы добавляем ее к квесту мы кладем один прогресс на нашу локацию ну и все так что ж погнали берем карту энчанте стрим два две угрозы у нас четыре пять то есть три прогресса два сюда один сюда пошел и в этой локации есть такое свойство когда мы ее сбрасываем мы ее вместо сброса отправляем обратно наверх колоды то есть мы даже знаем что нас ждет впереди это неплохо так теперь наступает фаза путешествия путешествуем мы сюда когда это у нас активная локация мы не имеем права тянуть карты это неприятно но мы это наверное переживем ну теперь возвращаемся к нашему троллю давайте его добивать нам нужно назначить защитника защитником в этот раз у нас будет выступать наш гном один из гномов мы назначаем теневую карту тролля открываем ее и она пустая а мы же знаем что это за карта естественно так ну и к сожалению тролль атакует шесть ударов у нас одна защита три жизни и того два удара проходит лишних имеется ввиду и эти лишние удары у нас уходят в угрозу гном к сожалению отправляется в сброс ну и троллю нашему сейчас не поздоровится потому что ему нужно четыре урона нанести раз два три и мы обновляем нашего денетора который решил сам лично расправиться с этим троллем и тролль у нас уходит есть есть тролль отправляется в сброс причем это четыре очка победы это отдельный сброс и мы прошли этот квест первый квест мы прошли спустя час игры это ну почти час вот так давайте двигаться дальше посмотрим что у нас впереди итак вниз пандуин после победы над троллем вы сняли смели плот и отправились в речное путешествие но не успели отойти от берега как появились враги теперь они преследуют ваше утлое судно пытаясь прервать ваш и без того нелегкий путь так преследующие вас враги норовят прыгнуть на плот или влезть на него из воды плот раскачивается и вам нелегко сохранять равновесие одновременно с тем эффективно отбивая вражьи атаки берите одну дополнительную карту из колоды столкновений во время каждой фазы поиска приключений не проходите проверку столкновений во время фазы столкновений каждый игрок в фазе столкновений все еще может атаковать одного врага находящегося в то есть у нас будут накапливаться испытания и враги потому что мы на плоту нам сложно но при этом из-за того что мы в воде и далеко от рук они сами нас атаковать не могут но мы можем сами выбирать кого будем атаковать это отчасти упрощает нам задачу то есть мы выбираем с другой стороны усложняет нам потому что плюс одна карта будет каждый раз прилетать теперь мы обновляем наши карты так мы повышаем угрозу до 35 мы берем ресурсы вот тут 3 но не берем карты к сожалению потому что вот из-за этой локации разыгрывать наверное мы ничего не будем зато посмотрим что нас ждет впереди итак первая карта будет нанесите одно повреждение каждому герою который вы контролируете если у вас угроза 35 и выше это мы отменим это мы отменим потому что каждому персонажу по одному урону это через чур или отправить ее вниз но с другой стороны здесь ноль угрозы лучше мы ее просто отменим так погнали у нас квест пойдет эовин обязательно лорин гайд и за счет этого мы кладем один прогресс сюда глиовин естественно на квест ну и естественно отправим дунгир давайте еще нашего гнома тоже на квест все погнали итак это мы отменяем с помощью карты тестов вилл проверка на волю отмените эффект венри вилл это стоит одну единицу так сброс ну и вторая карта это локация и неприятная локация это восточные пустоши в принципе всего одна угроза но 6 для того чтобы пройти эту локацию и здесь написано что если вы стоите перед выбором путешествовать мы обязаны туда пропутешествовать если активных локаций нет активных локаций сейчас не будет потому что у нас 4 5 6 7 8 квестов мы здесь сделали у нас всего 1 то есть 7 7 мы прошли 1 уходит сюда и 6 отправляются на наш квест непосредственно это хорошо так ну и теперь мы обязаны сюда пропутешествовать есть раунд закончился всех обновляем 36 на счетчике угрозы зато мы теперь снова можем брать карты у нас здесь везде по 3 ресурса берем карту вот та самая форексная та самая сеть лесная которая нам теперь уже не нужна но мы прибережем вдруг там появится еще какой-нибудь неприятный тип в этой колоде давайте задействуем нашего глеоуайн для того чтобы взять себе еще одну карту дотеров ним родел не знаю стоит ли их разыгрывать можно разыграть давайте сделаем это как я говорил союзников мало не бывает 3 единицы стоит этот союзник она может подлечить героя мы можем задействовать ее чтобы вылечить 2 повреждения на любом герое но у нас пока ни одной раны нет мы пока бескровно проходим это испытание все наверное не буду пока никого добавлять больше давайте отправляться на квест на квест у меня пойдут все да потому что здесь лака а подождите мне надо посмотреть что нас ждет впереди для этого Денетор задействует весь свой ум и нас ждет другая неприятная локация она заключается в том что здесь 5 угроз может ничего страшного конечно неприятно мне другая локация для этого нужна мне другая карта нужна там хорошая есть у меня специально подготовлена для этой локации но зато никаких там врагов неприятных нет давайте наверное мы ее оставим зато мы знаем что нас ничего впереди плохого не ожидает мы прямо сейчас задействуем наш unexpected carriage обновим Денетора и его отправим на квест все на квест и эовин и дунгир и наш гном и лорин который дает нам один прогресс на локацию текущую так еще один гном а этот гном не умеет отправляться на квест потому что поэтому и не надо так ну и дотеров ним все открываем эту карту здесь пять угрозы да вот они наши пять все остальные пойдут плюс раз два три четыре всего четыре плюса что мало давайте чтобы пройти хотя бы эту локацию мы сбросим одну карту для эовин да сбросим протектор в лорин для того чтобы набрать пять необходимых прогрессов чтобы эту локацию пройти мы ее проходим сбрасываем и здесь написано ну то есть мы сейчас начинаем путешествовать мы путешествуем вот в эти brown lands и здесь написано что когда вы путешествуете в коричневой земли поместите сюда один прогресс а здесь только один и нужен то есть такая здесь большая большая угроза но местность легкая она сразу же отправляется в сброс практически вот так все обновляем заново угроза 37 берем ресурсы берем карту еще одна сеточка пришла уже и не нужная в общем-то возьмем еще одну карту так это хеномарс риверсон неплохо неплохо давайте мы ее сразу же разыграем еще один союзник и мы можем задействовать этого союзника давайте это сделаем для того чтобы посмотреть верхнюю карту то есть мы можем денетора для этого не использовать хотя денетор и так справляется с этим да давайте денетора не будем сейчас мучить нашего союзника посмотрим что нас ждет так это предательство это снова та самая карта давайте мы отправим вниз потому что одно повреждение каждому союзнику у меня нет уже этой карты тестов был чтобы отменить это свойство поэтому нет отправляйся к этой вниз поэтому я наверное обновлю сейчас или нет давайте вот сейчас я задействую нашего союзника для того чтобы посмотреть еще одну верхнюю карту еще одно предательство уберите 4 прогресса с текущего квеста жалко будет это делать но опять же может быть это и не такая плохая карта оставим ее обновляем Денетора отправляем его на квест отправляем наверное мы всех на квест всех кого можно так убираем 4 прогресса и вторая карта это неприятная карта это вороны восточные вороны истерн краус истерн краус который какой кошмар мне нечем отменить эту карту плохо сейчас увидите здесь да то есть мы должны вытащить еще одну карту и мы достаем и это самое неприятное из самых неприятных карт это the necromancer's reach нанесите одно повреждение каждому задействованному персонажу так ну что полез я за ранениями один на денетора один на элвин один на дунгира один на глиовань один на нашего гнома один на лоренгайд единственный дворф у нас не поврежден а вот эти господа у меня к сожалению не выдерживают атаки и отправляются в сброс потому что у них всего по одной жизни вот так неприятно мало того вороны прилетели нападают на нас надо с ними что-то делать у них неприятное свойство тоже есть что когда вороны побеждены они они замешиваются обратно в колоду поэтому я бы вообще их не атаковал если честно я бы на них одел вот эту сетку и оставил бы здесь но к сожалению три ресурса для этого нужно а у меня ничего нет да слушайте не подумал я об этих воронах неприятных просто у нас всплывет вся та гадость которую мы там вниз замешали ох 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 это будет весело это будет весело ладно будем бить будем биться у нас для этого есть защитник у нас для этого есть атакующий потому что мы можем обновить лидингера и использовать его в качестве атакующего мы защитника шэдоу карт назначаем открываем и она пустая хоть ушла плохая карта еще одна это неплохо так он наносит один урон здесь у нас защиты достаточно поэтому мы атакуем с помощью дунгира наших врагов и они к сожалению благодаря своему свойству не отправляются в сброс а замешиваются обратно в колоды таких карт там по-моему так единственное я забыл посчитать сколько мы прогресса сюда положили у нас эти вороны имели одну угрозу единицу а у нас отправились на квест раз два три пять шесть семь восемь девять нет вот этот нет восемь восемь против одного это семь прогресса сюда нужно было положить вот так по-моему все правильно сделал ничего страшного если ошибся так угроза у нас достигает тридцати восьми мы обновляем наши карты в общем это был такой очень жестокий суровый раунд будем надеяться что дальше будет попроще так здесь у меня пять ресурсов здесь у меня пять ресурсов а здесь у меня всего один берем карту так еще один хэномарс риверсон и мы что разыграть его или приберечь ресурсы Дэны Тора чтобы наши сетки эти заготовить давайте так и сделаем ладно никого не буду разыгрывать давайте с помощью Дэны Тора посмотрим что у нас там впереди снова мы одно повреждение каждому герою если у вас 35 и выше отправляем ее вниз отправляем ее вниз обновляем Дэны Тора для того чтобы снова посмотреть карту так ну а это это локация хорошо хорошая локация всего одно одна угроза поэтому у нас отправляется Элвин отправляется Дунгир Глеовайн кстати надо было карту взять нет не надо так Лориан и Гном все погнали здесь у нас локация и здесь у нас ух еще одна карта Search что там у нас Пошли серьезные враги Так, у нас 4 угрозы А на квесте у нас 4, 5, 6, 7, 8 Давайте еще одну добавим Будет 9 9 против 4 5 прогресса То есть мы можем сюда Десяточку положить Так, и у нас уже здесь 14 прогресса есть Немножко осталось Но все эти враги нас атакуют А, подождите Они нас не атакуют, мы сами можем выбирать Мы сами можем выбирать Кого мы атакуем А вот это уже Гораздо интереснее Потому что у нас есть Дунгир, который может атаковать Прямо врагов в Стейджингере И мы с помощью Нашего Unexpected Carriage Обновляем Дунгира И атакуем Вот этих волчков Да, им нужно всего 2 У нас тут целых 3 повреждения Потому что когда мы атакуем Стейджингерея с помощью Дунгира Мы его сносим сразу Есть, он ушел Это у нас остается здесь Кстати, да, я же про путешествовать сюда забыл Путешествуем Есть еще один раунд Теперь 39 Мы Обновляем карты Берем ресурсы Карта Вот, это та самая локация Которая была Та самая карта Которая нужна нам Когда нам нужно было Нейтрализовать Локацию с большим количеством Угрозы Посмотрим Может она нам пригодится Потому что Мы сейчас С помощью Дэны Тора Посмотрим Что нас ждет впереди О, это неприятная карта Которую надо, конечно же Отправлять вниз Обновляем Дэны Тора Еще раз Смотрим еще одну карту И это локация Не командцы спас Чтобы сюда пропутешествовать Первый игрок должен сбросить две карты Рандомно с руки И это не проблема Да, пусть будет Зато три Угрозы Это пять уже Будет сложно Пропутешествовать Может быть тоже Внизу отправят А там может быть Еще хуже Что-нибудь Нет Давайте пока так Оставим У нас на квест Отправляются Эовин Дунгир Глевайн Гном Лорингайт Здесь один прогресс За счет Лорингайт Есть Открываем первую карту Некромансы спас И вторая карта Это Засана Каждый Враг И каждая локация В стейджинг-эре Получает плюс один До конца фазы Если там карт нет У этой карты Серч Там есть карты Поэтому Просто плюс один К каждому Вот это К каждой угрозе Итого у нас Пять Шесть Семь Это много А у нас Четыре Пять Шесть Семь Восемь Ну давайте Мы еще одну карту Сбросим Какую-нибудь Эту Например Так Для того Чтобы было Девять Девять против Семи Это два прогресса То есть мы От этой карты Избавляемся Здесь Здесь написано Что когда Когда мы ее прошли Мы снова Отправляем ее Наверх колоды Вместо сброса Ну неплохо Хорошая локация Теперь мы можем Кого-нибудь А Мы можем Пропутешествовать Сначала Чтобы сюда Пропутешествовать Мы должны Сбросить две карты Не проблема Случайным образом Между прочим Раз Раз Два Так Ушла Одна Сеточка Как сложно К нам Приходило И как легко Ушла Ладно Не страшно Вопрос Теперь Атаковать Его Или нет Мы же Можем Это делать И воспользуемся Свойством Дунгира И просто Нанесем ему Пару уронов И потихонечку Раунд за раундом Мы его добьем А если мы Проатакуем То мы можем Ну то есть Это будет дольше Давайте мы Снова Обновим Дунгира Задействуем его В качестве Атакующего И два Ранения Нанесем Долгулду Бистмастер Угроза уже Целых сорок Ну то прям Как-то Ого-го Обновляем Наши карты Так Берем ресурсы Здесь троечка Здесь уже По семь аж Карта Еще одна карта Которая Помогает С локациями Все как-то Не вовремя Приходит Так Может задействовать Глевуайн И взять еще одну Вдруг будет Что-то ценное Давайте так И сделаем Что у нас тут Ааа Ну вот Привет Гендерф Ты мне очень нужен Ты мне очень нужен Для того Чтобы Снизить Угрозу Или Нанести Четыре ранения Избавиться От этого врага Хотя я и так С ним справлюсь А вот С квестом Ты мне Очень поможешь Давайте Наверное Я его Разыграю Для того Чтобы снизить Угрозу На четыре Ой на пять То есть было Сорок Стало Тридцать пять Я его Сразу же Отправляю На квест Я всех Отправляю На квест Вот так Здесь у меня Локация А здесь у меня Догулдурские Орки Так Когда вы Открываете Эту карту Первый игрок Должен выбрать Одного героя Который Отправился На квест Не Не героя А персонажа И нанести Ему два урона Ну не проблема Мы наносим Два урона На Гендальфа Гендальф Сильный Он выдержит Теперь Посчитаем У нас здесь Пять А у нас На квесте Раз Пять Шесть Семь Восемь И четыре Это двенадцать Пять Минус двенадцать Это семь Два Уходят сюда И пять Идут сверху А это значит Что мы прошли Очередной Квест И дело Ближется К финалу Так Наступает Часть третья Называется Засада на берегу Оторвавшись Оторвавшись От преследователей Вы направили Свой плод К тихому берегу Однако Там ждала Засада Теперь Вы должны Противостоять Лобовой Атаке Многочисленного Отряда Орков Прямой Путь К золотому лесу Открыт Перед вами Если только Сумеете Выжить Одержав победу В жесткой Схватке Возьмите Две карты Столкновения За Каждого Игрока И добавьте Их В стейджинг Пропускайте Шаг Инсценировки Фазы Ну то есть Мы больше Уже не будем Карты отсюда Доставать И мы Выиграем В этой игре Если у нас Не останется Ни одного Врага Прямо сейчас Мы отсюда Достанем Две карты И это Прямо Судьба Судьба И это У нас Некроманс Испас Это всего лишь Локация И это У нас Дурацкие Вороны Которые За собой Тянут Еще Врагов Это Еще Одни Вороны Которые За собой Тянут Еще Врагов А это Еще Одна Локация Ну Ничего Страшного В общем То Ничего Страшного Но Эти Все Сейчас На нас Попрут Уху Это Будет Жестокая Битва Мы Можем Куда То Пропутешествовать Путешествуем Мы Обязаны Вот Сюда Потому Что Такая Локация Которая Обязана Будет Нас Путешествовать Так Ну А Все Остальное Все Вот Эти Враги Которых Накопилось Знаете У меня Такой Игры Еще Не Было Вот Эти Все Враги На Меня Нападают И Мне Надо Будет Сейчас С Ними Разобраться Вот Для чего Мне Нужны Были Эти Карты Хаст И Строг Сейчас Мы Будем Отбиваться С помощью Этих Карт У меня Кстати Есть Еще Вот Эта Сеточка Мы Можем На Кому Нибудь Накинуть Так Давайте Давайте По Порядку Я Буду Сейчас Не Совсем По Правилу Играть Чтобы Не Запутаться Я В Качестве Защитника Против Вот Этого Мужичка Назначаю Вот Этого Гнома Мы Назначаем Ему Теневую Карту Открываем Ее И там У нас Есть Теневой Эффект Защищающийся Игрок Должен Выбрать И Вернуть Одного Это же Классная Это же Классная Карта Для меня Защищающийся Игрок Должен Выбрать И Вернуть Одного Задействованного Союзника Которого Он Контролирует К себе В руку Если Он Не Контролирует Таких Союзников Он Повышает Свою Угрозу На 3 А Вы Знаете Что Я С удовольствием Верну Себе В руку Гендальфа Вот Прямо С Большим Удовольствием Спасибо Повезло Теперь Этот Враг По идее Я должен был Каждому Раздать Эти Карты Потом Назначить Защитников Но я Вот так По очереди Буду делать Против Этого Будет Защищаться У меня Денетор Я его Обновлю Вот так И он У меня Будет Тоже Защищаться Так И здесь У меня Теневая Карта Вот эта Так Атакующий Враг Получает Плюс Один К силе Плюс Два Если Она Незащищенная Ну Плюс Один Всего Лишь Атака Была Два Стало Три У Нашего Денетора Защита Три Поэтому Он Легко Защитился Окей Есть От этого Тоже Защитились Теперь Вороны От Воронов Мы Защитимся С помощью Дунгира По крайней От одного Из Воронов Да Мы Обновимся Защитимся Есть И Теневая Карта Для него Уберите Один Прогресс С Текущего Квеста Три Прогресса Если Незащищенная Да Пожалуйста Нам тут Прогресс Это не Нужно Легкотня Так Больше Защищаться Мне Нечем Поэтому Эта Атака У меня Пройдет Незащищенная И мы Открываем Эту Карту Здесь Тоже Есть Теневая Дает Плюс Два Если Она Не Защищенная Плюс Два Если Защищающийся Игрок У него 35 И Больше Угроза Так И Есть Плюс Два Ну то есть Он Наносит Трип Урона Любому Нашему Герою Поскольку Для Любого Из Наших Героев Это Будет Смертельный Удар Мы Воспользуемся Хасте Строк И Отменим Шэдоу Эффект Вот этот Эффект Который Дает Плюс Два За Это Мы Должны Заплатить Один Ресурс Поэтому Всего Один Урон Наносится Какому Какому То Герою И Пусть Это Будет Ну Допустим Дунгир У него Две Раны Все Мы Выдержали Эту Атаку И Это Главное Это Главное Потому Что Раунд Закончился Мы Повышаем На Один Мы Обновляем Все Карты И Готовы К Финальному Бою На Снова Гендальф Руки Это Прекрасно Это Прекрасно Так Берем Ресурсы Один Сюда И Даже Вот так Три Сюда В смысле Один Сюда И По Одному Сюда Есть Берем Карту И Это Татур Радская Карта Не Вовремя Выходят Они Ненужные Так Что Мы Можем Сделать Конечно Мы Можем Сыграть Гендальфа И Это Безусловно Нужная Вещь Есть Он Может Нанести У нас Четыре Повреждения Четыре Повреждения Любому Врагу И Это Будет Вот Это Да Да Ну Конечно Мы Убили Этого Врага Он Ушел В сброс Сколько Нам Нужно Всего Ударов Нам Нужно Три Защитника И Три Удара Эти Ребята У нас Обновятся Этот У нас Бесполезный В плане Защиты Поэтому Мы Его Наверное Отправим На Квест Так Ради Прикола Или Взять Еще Одну Карту С Помощью Него Вдруг Там Что-то Полезное Давайте Так Верните Одну Карту Сферы Дух Из Сброса А мы Можем Кстати Отменить Этот Эффект Например Тестов Гол Нас Не Интересует Снизить Угрозу Можем Теоретически Вот Эту Карту Вернуть Да Пусть Будет Три Карты На Руке Сделаем Так То есть Мы Можем Отменить Все Три Теневые Карты Если Что Есть Давайте Разыграем Вот Эту Карту Этого Союзника Для Того Чтобы Был Еще Один Защитник Или Нападающий Да Это Стоит Нам Один Ресурс Все Могу Могу Еще Одного Союзника Сыграть Тоже Можно В качестве Защитника Поставить Мне Я думаю Будет Достаточно Я На квест Никого Не отправляю Правильно Мне Это В общем-то Сейчас Не нужно Мне кажется Можно Конечно Элвин Отправить Ради Ради Успокоения Просто Чтобы Не повышался У меня Здесь Счетчик Но Это Не важно Мне кажется Сейчас Ну Давайте Отправим Элвин На Квест Это Не принципиально Мы Совершили Фазу Ресурсов Мы Совершили Фазу Планирования И теперь Вот Квест Мы Отправили Элвин На Квест Мы Теперь Открываем Карты Отсюда Но Этот Квест Нам Говорит Что мы Эту Фазу Пропускаем То есть Мы Никого В Стейджинг Не Не Добавляем Мы Сразу Проверяем У нас Здесь Четыре У нас Здесь Четыре Все Нормально Никаких Прогрессов Нету Нам Это И не Нужно Мы Сразу Переходим Ну Пропускаем Фазу Путешествия Потому Что Мы Уже Здесь Вот На Этих Пустошах Происходит Финальная Битва Мы Сражаемся Мы Сражаемся И Мы Назначаем Защитником Денетора Денетора Против Долгулдурских Орков Мы Назначаем Защитником Вот Этого Гнома Против Вот Этих Воронов И Мы Назначаем Защитником Ну Скажем Вот Этого Гнома Против Вот Этих Воронов Есть Начнем Отсюда Здесь У нас О Еще Один Тролль Ушел Так Две Атаки Против Денетора Проходит Мимо Здесь У нас Есть Удалить Один Прогресс Окей У нас Прогресс Нету Одна Атака Против Нашего Гнома Тоже Защитились И Здесь Плюс Один Если мы Защищены То есть Два Урона Против Вот Этого То есть Одна Защита Один Урон Проходит Есть Ну И Теперь Эти Ребята У нас Огребают У нас Обновляется Даже Можно Не Обновлять У нас Дунгир Допустим Да Дунгир И Лорин Атакуют Долгурдурских Орков И Они Уходят Сброс И У нас Допустим Хеннамарт Риверсон Атакует Воронов Они У нас Побеждены Отправляются Обратно В колоду Я не буду Их Замешивать И Гендальф Своим Финальным Ударом Посоха Убивает Этих Прогоняет Этих Воронов И освобождает Нам Дорогу Дальше Вдоль Берега Реки Андуин Вот так Господа Мы с вами Прошли Второй Сценарий Из Базовой Коробки Игры Lord of the Rings The Cartoon Давайте Ради Интереса Посчитаем Очки Для этого Мы берем Наш Финальный Счетчик Угрозы 36 Добавляем К этому Стоимость Каждого Мертвого Героя Но у нас Мертвых Героев Нет Они Все Живы Добавляем К этому Повреждения На Оставшихся Героях Раз Два Три Четыре То есть Это уже Сорок Так Получается Сорок От этого Мы Вычитаем Наши Победные Очки И это У нас Четыре Три Семь Три Деся Тринадцать То есть Сорок Минус Тринадцать Получается Двадцать Семь И вот Наши Двадцать Семь Это наши Финальные Очки Чем меньше Тем Лучше Получается Еще раз В описании К этому Видео Вы найдете Ссылку На Колоду С которой Мы сегодня Играли Я всех С нетрепением Жду На Следующем Сценарии К карточной Игре Настерин колец Пишите Пожалуйста В комментариях Где я там Ошибся И все остальное Всегда Это очень полезно Для всех Кто Использует Это видео В качестве Учебного Материала Для того Чтобы учиться Играть В эту игру Игра Шикарная Всем очень Рекомендую И приглашаю Писать в комментариях Нужны ли вам Вот эти вот Видео На бусти Где я буду Доправлять Какие дополнительные Видео Мнения Может быть Суждения Кстати Пишите идеи Что вы хотите Там увидеть И вообще Что вы хотите Увидеть На моем канале А на этом Я сегодня С вами прощаюсь Большое всем Спасибо за внимание Всего вам хорошего Пока Пока Субтитры Субтитры